Продолжение следует... И мы сегодня с вами будем говорить о проблемных заданиях в курсе биологии, на примере УМК издательства «Просвещение». Ну, надо сказать, что тема довольно-таки интересная, захватывающая. Ну, конечно, многие сейчас, кто меня слушает, может быть, скажут, что, ну, зачем нам какие-то проблемные задания, говорит, нам самое главное подготовить детей к ВПР, к сдаче УГЭ, к ЕГЭ. Ну, дорогие мои, конечно, очень хорошо, если ребенок блестяще справится с заданиями части 2 в ЕГЭ, но также мы хотим с вами, чтобы в будущем наши руководители предприятий заботились об охране окружающей среды, думали о здоровье нашей нации, и мысли нестандартно и креативно. Конечно, для этого нужно детей со школьной скамьи именно учить решать проблемные задания, как в курсе биологии, так и вообще, чтобы дети понимали, что такое проблемные задания, да, для чего они нужны, и к чему они, как бы, нас с вами готовят, к чему могут привести. Ну, нужно сказать, что сегодня наш вебинар будет продолжаться около 1 часа 15 минут. Стала доброй традицией, что мы проводим небольшую викторину, и сегодня тоже будет викторина по теме нашего вебинара, поэтому будьте внимательными. Кто первый правильно в чате ответит на вопрос, который прозвучит, того ждет памятный подарок от издательства просвещения. Ну, и, коллеги, я очень вас прошу не писать, где можно скачать презентацию и где взять сертификат. Вся эта информация также появится во второй части вебинара. Ну, давайте посмотрим, о чем же мы сегодня с вами будем говорить. Ну, первый мой слайд посвящен нашему основному комплекту по биологии с 5 по 9 класса. У нас выходит учебно-технический комплект «Линия жизни» с 5 по 9 класс под редакцией Владимира Васильевича Пасечника. Ну, думаю, что, конечно, фамилия Владимира Васильевича Пасечника всем прекрасно известная, действительно уважаемый педагог, методист большой, выучитель. И все учебники, которые вы видите на слайде, они все входят в федеральный перечень с 5 по 9 класса. Ну, принцип нашего издательства, чтобы сразу к учебнику появлялись и рабочие тетрадки, и электронные формы учебников, и методические материалы, и рабочие программы. И, как вы видите на этом слайде, каждому-каждому учебнику с 5 по 9 класса вот эти шлейфовые издания мы также предлагаем. И, кроме того, бесплатно можно скачать на сайте издательства просвещения интерактивное приложение. Ну, если даже вы не работаете по нашему учебнику, да, Владимира Васильевича Пасечника, вы, конечно, изучаете тему клетка, вы изучаете основные роганеллы клеточные, поэтому все темы повторяются из курса в курс. Я думаю, что интерактивное приложение для вас тоже будет интересным. Ну, и, коллеги, если вы с 5 по 9 класс работаете по нашему УМК, то в 10-11 классах у вас есть право выбора. И вы можете дальше заниматься по учебникам Владимира Васильевича Пасечника для базового уровня, рассчитанного на преподавание в 10 классе 1 час в неделю и в 11 классе 1 час в неделю. У кого профильные классы, пожалуйста, выбирайте учебники под редакцией Пасечники для углубленного изучения биологии. Эти учебники тоже у нас есть, рассчитаны на преподавание 3 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе. Ну, коллеги, что отличает именно комплектная линия жизни? Ну, конечно, структура параграфа, что мы начинаем с актуализации знаний, у нас очень много практических, лабораторных работ, это входит все в рубрику «Моя лаборатория», и все эти работы, которые представлены, да, они всегда содержат алгоритм, как мы ту или другую работу проводим. Дальше идут вопросы репродуктивного уровня, есть проблемный вопрос, это рубрика «Подумайте», и ключевые слова, то есть те термины и понятия, которые мы с вами должны были изучать, да, всегда можно их повторить, можно в памяти воскрешить, или когда готовимся к биологическому диктанту, также можно эту рубрику использовать. Ну, если говорить про учебники для старшей школы, вот как раз на этом слайде разворот представлен, та же структура сохраняется в наших параграфах, ну, что детям удобнее работать, да, с 5 по 11 классы, да, по таким комплектам, тоже есть у нас с вами издание для обсуждения, тоже есть дополнительный материал, и вот в учебниках для углубленного изучения биологии есть рубрика «Шаги в медицину», ну, название говорит само за себя, какие-то интересные справочные дополнительные данные, да, тоже они здесь включены. Ну, и коллеги, конечно, я не случайно вот на этих разворотах показывалась, у нас действительно очень-очень много разных заданий, и есть такие проблемные вопросы, например, вот что произойдет, если условия среды будут изменяться быстрее, чем формирование адаптации у популяции. Есть другой вопрос проблемного характера, почему некоторые птицы, например, полярная сова, при обнаружении их гнезда хищниками все-таки защищают своих птенцов, а не бросают их. То есть дети должны вспомнить, да, про взаимодействие в природе, да, и рассказать именно об этих особенностях, почему так происходит. Ну, другой пример тоже проблемного вопроса, как можно применить знания о микроэволюции в практической деятельности человека, необходимо привести свои примеры. Ну, то есть вы видите, да, вопросы разного уровня, разного характера, которые как раз и показывают, да, нам какую-то проблематику, которую имеет смысл обсуждать. Ну и, конечно, коллеги, сегодня главный принцип – это ориентирование учебного материала, да, и различных методических приемов использования на уроках, поэтому, конечно, постановка и использование проблемных заданий, да, играют важную роль в преподавании биологии. Ну, мы ставим учебную задачу на каждом уроке, то есть какой-то вопрос, да, мы какую-то проблему, да, поднимаем, и дальше дети понимают, да, какую тему будем изучать на уроке. Может быть отдельно, пожалуйста, задания, которые раскрывают связь учебного материала с реальной действительностью или другими школьными предметами на основе расформирования минициальных учебных действий. То есть тоже таким образом вот наши проблемные задания, так сказать, вклиниваются, да, когда мы говорим об учебном материале, то, что изучаем на уроке, и о реальной действительности, то есть о практической составляющей. Ну и, коллеги, давайте вспомним, что же такое проблемная ситуация. Это условия, возникающие тогда, когда для осмысления чего-либо или совершения каких-то необходимых операций у учащихся не хватает знаний или известных способов действия. То есть у детей возникает интеллектуальное затруднение. Ну, если говорить, что такое проблема, то это сложный теоретический или практический вопрос, содержащий в себе скрытые противоречия, вызывающие разные, а зачастую противоположные, позиции при его решении. Ну, проблема, да, нам с вами известна и из нашей жизни. Если в таком широком смысле говорить, то это сложный теоретический или практический вопрос, который требует изучения или решения. Но проблема может быть и в науке, когда противоречиво возникает ситуация, выступающая в виде противоположных позиций, в объяснении каких-либо явлений, объектов или процессов. Ну, в простой жизни, да, обычной, это у нас формируется в понятном людей виде, знаю что, не знаю как. То есть известно, что нужно получить, но неизвестно, как это сделать. И как раз вот такие проблемные и ситуации, и проблемы мы можем с вами использовать на уроках биологии. Тем более, к счастью, у нас в биологии много таких тем, да, проблемных. И мы сегодня с вами на конкретных примерах как раз это все изучим. Но если говорить про конкретный пример, предположим, при изучении факторов, обуславливающих сезонные явления в живой природе, учитель может сообщить о том, что продолжительность светового дня является для растений и животных сигналом наступающих сезонных изменений в природе. И учащиеся должны ответить на вопрос, а почему в условиях естественного освещения в зимнее время многие овощные культуры в теплицах не образуют плодов. Хотя мы создаем с вами оптимальные условия, да, и температура у нас достаточно такая, которая должна быть, и полин. И дети, отвечая на этот вопрос, указывают на то, что продолжительность светового дня в зимнее время недостаточно для того, чтобы культивируемые в теплице растения давали цветы, да, и давали плоды. То есть, чтобы вызвать цветение по наношению, необходимо увеличить продолжительность светового дня, то есть применять искусственное освещение. То есть, да, этим примером я хочу показать, что мы с вами, коллеги, показали, вот у нас есть проблема, да, когда мы изучаем с вами сезонные явления в живой природе, как в теплицах это можно создать, и задаем вопрос, почему же у нас не происходит при температурных определенных условиях, да, и при условиях полива, то наношение. Ну, а потому что нужно увеличивать продолжительность светового дня, и, значит, выход какой, да, это искусственное освещение. Ну, следующая тоже проблемная ситуация, которую можно создать на руки биологии, когда мы изучаем разнообразие живых организмов и говорим о единстве органического мира. Ну, в чем же причина разнообразия живых организмов? И дети вспоминают о строении растительных животных организмов, это знания у них ранее были получены, но они должны эти знания систематизировать и ответить на вопрос, сделав вывод о клеточном строении всех живых организмов. И вспомнить, в чем же проявляется принципиальное сходство процессов и жизнедеятельности. То есть, таким образом, коллеги, когда мы говорим про создание проблемы или проблемной ситуации на уроке, то есть, учащиеся сразу не могут ответить, да, правильно этот наш поставленный вопрос, потому что нет у учеников достаточного количества знаний, но требуется поиск и добывание недостающих знаний. И многие учителя, да, этот прием широко используют на уроках биологии, в том числе, и пример, у Туренцова Людмила Леонидовна, очень интересные, да, как это можно применять в системе образования, на уроках. Ну, если говорить про типы проблемных ситуаций, тоже есть разные авторские технологии, но я привожу пример Мельниковой. Может быть, проблемная ситуация с удивлением, когда возникает противоречие между двумя или более положениями. И тут можно использовать такой прием, когда мы предъявляем одновременно противоречивые факты, теории или точки зрения, и ребенка просим выбрать, да, какая же теория по мнению наиболее правдоподобной, и до наиболее достоверна. Дальше есть прием номер два, когда мы сталкиваем разные мини-учеников, используя вопросы и практические задания. Может быть, также противоречие между житейским представлением обучающихся и научными фактами. То есть мы должны обнажить житейские представления обучающихся вопросом или практическим заданием. Но тоже у нас очень часто любят СМИ, да, в телевизионных передачах рассказать про какие-то биологические факты, которые на самом деле таковыми не являются. И чтобы не было противоречия между житейскими представлениями и научными фактами, да, мы этот прием тоже с вами можем использовать. И экспериментально, также и наглядно. Следующий может быть тип проблемной ситуации – затруднению. Когда мы используем прием необходимости и невозможности выполнить задание учителя. То есть мы можем дать задание, которое вообще невыполнимое, специально такую ситуацию создаем, или даем практическое задание, но оно не сходно с предыдущим. Да, и ребенок должен доказать, что задание, например, невыполнимо, или используя предыдущий шаблон, ребенок выполняет практическое задание, сходное с предыдущим. Но, к счастью, в биологии у нас тоже много с вами лабораторных практических работ. Давайте посмотрим, какие могут быть методы постановки учебной проблемы. Первый метод – это побуждающие от проблемной ситуации. И чтобы создать проблему или трудность, да, мы ребенка подводим к этому и задаем такие вопросы. Что вас удивило? Что интересного вы увидели? Какое произошло затруднение? Также второй метод – когда мы подводим к теме диалога. То есть мы какие-то логические выстроенные цепочки вопросов и заданий задаем, да, и ребенок шаг за шагом как раз приходит к осознанию темы урока. Или ребенок понимает, что мы сегодня будем изучать с вами на уроках. И очень важно, что вот именно побуждающий диалог состоит за делик стимулирующих репли, которые помогают ученику работать творчески, именно развивать творческие способности. То есть учитель создает проблемную ситуацию, а затем произносит определенные реплики. Ну, также, коллеги, очень важный третий метод – это сообщение темы с мотивирующим приемом. То есть самое главное – детей заинтересовать. И это может быть такой прием – яркое пятно. То есть что-то очень запоминающееся, да, какая-то интригующая история, это может быть какая-то притча, сказка, да, или отрывок даже художественного произведения, который связан, например, с темой урока, да, и изучая этот отрывок, мы переходим как раз к изучению биологических наших с вами понятий или терминов. И очень также важна актуальность. То есть действительно тема важная, как, например, сегодня очень модная тема, да, диетологии, да, у нас всех людей, и, пожалуйста, эта тема с биологией прекрасно с вами сочетается, когда мы изучаем рацион питания, когда изучаем нашу основную пищеварительную систему. То есть вы видите, да, как можно, так сказать, внести эту проблему на урок. Показали какую-то актуальность, да, какое-то яркое пятно, зажгли эту тему, и дальше уже переходим к изучению основного материала. Ну и, коллеги, если говорить про конкретные примеры, и используя приемов, да, то могут быть, конечно, факты, когда мы задаем ребенку вопрос, что вас удивило, что интересного вы заметили, да, или мы какие-то теории инфрибологические рассматриваем, ребят спрашиваем, сколько существует теории, какие точки зрения в классе, да, были у нас с вами обсуждались насчет этих теорий и так далее. То есть вот разные-разные варианты, все это можно как раз использовать на уроках, да, когда мы создаем проблемную ситуацию. Ну и дальше, когда ребенок выполняет, да, наше задание, мы его спрашиваем, что вы хотели сделать, какие знания применили, какие знания вы выполнили. Ну и давайте посмотрим конкретные наши приемы, уже включая задания, которые можно использовать на уроках биологии. И первый прием – это проблемная ситуация с противоречивыми положениями. Она создается, когда мы предъявляем классу противоречивые факты, теории и мнения. Ну и я думаю, что, конечно, прекрасным примером будет аппараграф 35-й, 9-го класса, когда мы рассматриваем взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Действительно, по сей день у нас с вами в биологии, да, страсти не утихает. Какая же гипотеза, да, основная у нас с вами, гипотеза лицово-произвольного зарождения панспермии, или гипотеза биохимической эволюции опарина, или креоцинизма. То есть мы учащимся предлагаем совершенно разные противоречивые факты, теории, да, о происхождении жизни, и учащицы должны ответить, нет ли противоречий в каждой из этих гипотеза о происхождении жизни. Дальше можно спросить, ребят, а как вам кажется, какая из этих теорий, вот именно лично для вас, ближе, и почему. И также после параграфа мы можем этот вопрос использовать. Почему представление о божественном происхождении жизни нельзя не подтвердить, не опровергнуть. Ну, мы с вами понимаем, что, конечно, вопрос такой осторожный. Мы не знаем взгляды наших учеников, да, о божественном происхождении жизни. Мы не знаем, как к семье к этой теме относятся. Но, опять-таки, да, то, что такая теория существует, это тоже можно детям рассказать, да, и предложить. А может быть, коллеги кому-то из учеников будут близки представления планетологов. И по их расчетам, всего, за все время существования звезд, только в нашей галактике, должны возникнуть около миллиарда землеподобных планет. Во всей Вселенной их будет около 100 миллиардов. То есть наша планета пока одинока, но, так сказать, совершенно не за горами та эпоха, когда, да, появятся подобные планеты. И опять можно рассмотреть, да, представление планетологов, как же произошло возникновение земли, благодаря пришельцам. То есть мы показываем с вами совершенно разные какие-то представления, да, и, пожалуйста, можно людей спросить тоже о доводах за и против гипотезы панспирмии или гипотезы опарина. Да, и мы с вами таким образом показывая противоположные, противоречивые факты и мнения, вот создаем как раз проблемную ситуацию на уроке. Но очень важно, коллеги, конечно, детей вот на такого рода уроков уметь взаимодействовать, да, между собой, чтобы урок действительно имел определенную структуру, чтобы мы слышали с вами, слушали менее каждого ученика и каждому из учеников давали возможность высказываться по определенной тематике. Следующий прием, это тоже проблемная ситуация с противоречивыми положениями, и, конечно, очень интересный пример дается это история развития органического мира. Ну, конечно, эта тема очень располагает, поскольку дети изучают текст параграфа, основные эры, и дальше идет вопрос. Пронализируйте материал параграфа и определите, какие факторы оказывают наибольшее влияние на эволюцию современных организмов. И можно пойти дальше, и спросить, почему млекопитающие заняты господствующие положения в животном мире кайнозоя. А можно идти и дальше, спросить, что будет через 100 или 500 лет, какие млекопитающие будут оставаться господствующими на планете, Земля, или что-то изменится. То есть мы создадим такие с вами, видите, хитрые проблемные ситуации, когда дети, изучая теоретический материал параграфа, формулируют свои какие-то доводы, свои высказывания, как изменится у нас с вами жизнь на Земле, какие новые у нас виды появятся. И кроме того, дети вообще могут рассказать, какие будут группы, лидирующие среди организмов, а может, какие-то будут исчезающие. Но ребенок, так сказать, выдвигает у гипотезы свое предположение, нам должен, аргументированно, с точки зрения биологии, это доказать. И мы этому, как раз, учим на уроке. Ну, кроме того, конечно, коллеги, после изучения темы по селекции, можно привести тоже пример, что сегодня в учеводстве, как и в других отраслях сельского хозяйства, происходит замена ручного труда машинам. И перед селекционерами стоит задача создания сортов овощей, пригодных для машины уборки. Здесь задаем вопрос, а каким комплексом сгуст должны обладать сорта томатов, пригодных для машины уборки. Ну, при этом мы с вами знаем, что плоды томатов завязываются не одновременно, и, следовательно, созревают в разное время. Поэтому вот особенности строения этого растения, что и затруднен сбор плодов, даже при уборке ручным способом. А как же нам быть с вами, да, если мы говорим про машинные какие-то новые технологии, которые мы будем использовать. То есть дети формулируют вывод, что действительно сорта томатов, пригодных для машины уборки, должны обладать как минимум следующим комплексом. Ну, какие должны быть стебли растений, да, должны быть прочные, должны никаким образом не ложиться, а быть удобны для сбора. Как должны завязываться плоды одновременно, да, и в большом количестве. Какие должны иметь размеры. То есть мы, опять-таки, говорим про сегодняшний день, как мы уже отмечали, актуализация, да, что сегодня все от ручного труда приходит на новые использованные технологии, в том числе и в сельском хозяйстве, да. Да, пожалуйста, вот создание такой машины для уборки помидор, но как это нужно сделать, да, учитывая особенности наших томатов, да, именно этих растений. То есть вы видите, да, мы создаем проблемную ситуацию, и дети, знаете, закономерности, отвечают на поставленный вопрос. Ну, коллеги, конечно, много проблемных ситуаций с противоречивым положением создается, когда мы рассматриваем темы в 10-11 классе. И это параграф из 11 класса «Развить эволюционных идей». И вот в рубрике «Подумайте» как раз вопрос про теорию, предложенную Чарльзу Дарвину. Уже более полутора випов является актуальной, и объясните, почему. Ну, конечно, надо не забывать, что уже Чарльз Дарвин не раз у нас подвергался критике, и может детей спросить, да, имеет ли место теория «Быть сегодня» или «Не быть», и какие мы имеем доводы и «за», и «против». То есть, опять-таки, такая противоречивая у нас ситуация, да, теория Чарльз Дарвина сегодня, как у нас рассматривается, с новых каких-то веней биологических открытий. Если дети не могут самостоятельно ответить на этот вопрос, пожалуйста, можно обратиться к дополнительным сточкам информации, интернету, и ответить вот на этот наш противоречивый вопрос, что касается теории Чарльз Дарвина. Ну, коллеги, прием второй. Когда мы создаем проблемную ситуацию с столкновением мнением учеников класса, и мы с вами это делаем искусственно, да, и вот параграф в одном классе об охране растения и животного мира, он тоже позволяет вот такую работу организовать, когда мы сталкиваем мнение разных учеников. Ну, про охрану растения и животного мира мы говорим с пятых классов, но перед изучением параграфа создается проблемная ситуация, когда мы спрашиваем, каждый из учеников отвечает, да, как можно сохранить разнообразие растений и животных. Кто-то из учеников может сказать, что необходимо создавать охранимые территории, кто-то считает из детей, что вообще исчезновение растений и животных это закономерный биологический процесс, и на это не влияет ни человек, ни какая-то другая сила, то есть мы знаем с вами в истории биологии, что периодически у нас животные, целые виды, да, вымирали, как бы динозавры, но таким образом, да, вот дети, кто придерживающийся зрения, как происходит закономерное исчезновение тех или других видов, да, кто-то из детей считает, что это и влияние вторжения человека в наши биокомплексы, то есть мы видим разные ученики, имеющие разные представления, да, и каждый из ребят должен аргументированно высказаться за или против своих мнений. Ну, конечно, коллеги, другая проблемная ситуация может создаваться, когда мы просим детей подумать, чем опаснее и достаточно продуманное вторжение человека в природу, да, а сбор грибов и ягод, когда мы вот аптываем с вами целые поляны, да, в лесах, это вторжение, да, а что нам говорить, да, про северные территории, где, например, сбор грусники или черники, морожки, это вообще способ зарабатывания для местных жителей, то есть люди собирают ягоды и сдают, а потом мы их с вами покупаем на рынке. Как же нам с вами быть? То есть вторжение человека в природу, когда мы идем с вами собирать ягоды на севере, да, или грибы, да, или это не вторжение, то есть опять-таки проблемная ситуация, вот где вот эта грань, да, продуманное или непродуманное вторжение. Ну, конечно, в 10 классе очень интересная проблемная ситуация создается, когда мы с вами изучаем ГМО, и опять-таки сегодня очень много и в радиоэфире, и в телевизионных передачах, да, и в различных информационных носителях все время речь идет про эти геномодифицированные организмы, так все-таки это благо или это горе, да, для нас. И дети, конечно, должны изучить материал-фараграфы и ответить на вопрос, все-таки что такое ГМО на самом деле, насколько они безопасны. Ну, можно выполнить проект издания в 8 классе, когда мы смотрим, жевачка это зло или благо для нашего организма, ну, дети видят рекламу орбита, да, по телевизору нам все время в этом говорят, а на самом-то деле нужно все время нам жевать или к чему это может привести. То есть, опять, да, противоречие разных взглядов у разных учеников, жевачка это для здоровья нашего как плюс, или это действительно какой-то такой жуткий носитель, который может привести к язвным заболеваниям. То есть, вы видите, опять точки зрения разные, да, и мы сталкиваем мнение учеников. Ну, пример из 8 класса, как каблуки влияют на осанку человека. Девочки у нас носят сегодня каблуки, что там есть дошкольный возраст на всех праздниках, да, мы детей одеваем красивое платье, одеваем красивый туплинг в каблуках, а как это может отразиться на формировании осанки, да, где красота, а где наш с вами, так сказать, здоровый позвоночник. То есть, вы видите, да, в биологии много разных тем, и я вот хотела показать на этом слайде, что эта тема действительно актуальна, тема интересна, они применимы к нашей жизни, и в столкновении с учениками каждый детей доказывает свое, так сказать, представление о том или другом вопросе. Ну, коллеги, конечно, в 9 классе много разделов, где затрагиваются проблемные вопросы, что касается взаимосвязи организма и окружающей среды, что изучает экология. И вот звучит здесь вопрос, да, это наша тема взаимосвязи организма и окружающая среда, почему именно во второй половине 20 века происходит экологизация современной науки. Ну, и после проведения этого урока, да, после изучения всех основных вопросов, и кто вел термин экологии, да, как происходила экологизация, можно с детьми организовать круглый стол и обсудить, почему экологические знания необходимы каждому члену общества. Вы видите этот вопрос, у нас в рубрике «Подумайте». И, конечно, кто-то из учеников может сказать, что не обязательно какие-то иметь знания по экологии, да, они нам сегодня не важны, не нужны для развития нашего общества, для дальнейшего развития нашей планеты. Тоже всегда есть такие ученики, в 9 классе, да, кто будет как бы идти вразрез с общим мнением. И действительно, эти дети имеют право, да, иметь свое мнение, если они аргументированно это доказывают. Но самое главное, чтобы при проблемном изложении подобного материала учащиеся следовали логике научного познания. То есть перед детьми как бы встает процесс познания в миниатюре, его логическая структура. То есть есть постановка проблемы, формулирование гипотезы и ее экспериментальная проверка или какой-то вывод, или возникает новая проблема. То есть таким образом ребята видят, как происходит добывание научных знаний. И пройдя этот путь, ребенок понимает, все-таки был он прав, когда он говорил, да, что не нужны сегодня экологические знания, или они нужны, да, кто-то будет доказывать. То есть ребенок видит весь-весь в миниатюре. Ну и коллеги, конечно, вы видите, это тема из старшей школы 10 класса, закономерности и изменчивости. Мы отдельно вводим понятие мутации, и детей просим подумать, почему большинство мутаций вредны, а могут ли быть мутации полезными. И просим ребят привести примеры. Тоже наша рубрика «Подумайте». После изучения 49-го параграфа закономерности изменчивости. Ну и старшеклассники высказывают свое предположение и аргументированно доказывают. Ну самое главное, чтобы внимательно выслушали мнение каждого ученика, все-таки мутации вредны, или они действительно нам полезны. Ну и конечно, коллеги, создая проблемную ситуацию, мы начинаем с того момента, когда учитель создает постановку проблемной ситуации. И учитель может подвести к этому через беседу. Важно только не создать проблемную ситуацию, но и включить ее всех учащихся класса. То есть нужно выявить, все ли учащиеся уяснили и правильно поняли проблему, задумались над ней, и на всех ли распространяется поле интеллектуального напряжения. То есть мы с вами в эту работу включаем учеников всего класса. Даже те, кто относится к отстающим ученикам, у кого может быть менее разные способности, духовные потребности, и у них медленно происходят мыслительные процессы. Но эти ребята тоже должны отвечать на эти проблемные ситуации, на своем уровне пытаться ответить о том, о чем мы их с вами спрашиваем. Ну, здесь приведен прием 2 проблемные ситуации с сохранением учеников класса, и тоже пример из 10 класса, современные достижения и биотехнологии. Сама тема очень противоречивая, какими темпами будет развиваться биотехнология, и вообще стоит ли ее развивать, или к чему мы можем прийти, какие последствия могут быть. И мы здесь спрашиваем, почему методы клеточной генной инженерии считаются перспективными в селекции и биотехнологии. Ну, конечно, кто-то из ребят может объяснить, что вообще использование этих методов не имеет смысл. Ну, а давайте мы с вами задумаемся, о каким биологическим последствиям это может привести. Ну, как по сей день у нас с вами, да, в обществе тоже очень много разных мнений бытует про ЭКО. Это благо и для тех семей, кто как бы не может, да, естественным путем иметь детей, да, а духовенство нам говорит о том, что, наверное, не нужно использовать методы ЭКО. Но, опять-таки, это сегодняшний день, это наша правда, да, какой процент ребятишек появляется на земле таким способом, мы тоже с вами эти цифры все знаем, это мы все это видим, и тоже в телепередачах у нас очень часто об этом говорят. Ну, и давайте, ребят, тоже будем призывать об этом задуматься. То есть, когда мы выдаем разные такие проблемные ситуации, и ребятам, имеющие разное мнение, да, между собой поспорить, да, аргументировать, так сказать, обсудить эти проблемы актуальные, и я думаю, что это будет действительно очень интересная форма работы на уроке. То есть, вы видите, коллеги, что вот любой проблемный вопрос содержит в себе еще не раскрытый учащимися область новых знаний, и один и тот же вопрос может быть как информационным, так и проблемным, в зависимости от того, когда мы этот вопрос с вами используем. Ну, это может быть, например, до сообщения учителям соответствующие темы, да, и мы, как бы, ребенка вводим в эту тему проблемную, или это может быть, например, как заключитель этап на уроке, когда после изучения большого объема теоретического материала мы такой, как бы, последний аккорд ставим, и вот этой проблемой, да, такое бурление в классе организуем, да, когда ребята начинают задумываться вот над этими актуальными вопросами. Ну, и коллеги, что касается следующего примера, то это проблемная ситуация с противоречием между житейскими, то есть ограниченными или ошибочными представлениями учеников и научными фактами. Ну, конечно, коллеги, если говорить о том, что в биологии очень много фактов, которые, к сожалению, иногда трактуются неверным способом, поэтому наша с вами основная задача будет именно развести, да, то, что, так сказать, относится к биологии, а что около биологической, да, и именно такие житейские представления. Ну, конечно, вот в биологии в седьмом классе и в десятом-одиннадцатом классах, да, много очень интересных таких примеров дается, ну, например, почему почву считают гигантской экологической системой, оказывающей большое влияние на всю нашу планету. То есть дети уже знают, да, что это среда жизни для разных организмов, дети это изучали в начальной школе, а вот на уроках биологии мы уже говорим о гигантской экологической системе, да, своими обитателями, своими особенностями, то есть, опять-таки, да, представление житейское, такое бытовое, что такое почва, и вот уже биологические представления более полные, да, что почва – это гигантская экологическая система. Ну, и, коллеги, давайте сейчас задумаемся на минуточку, все-таки традиционное обучение, да, и проблемное обучение, чем они отличаются друг от друга. Ну, при нашем традиционном обучении познавательный процесс носит воспроизводящий, репродуктивный характер. То есть ученик воспроизводит в своей памяти лишь то, что воспринимал или запоминал со слов учителя. То есть учитель что-то транслирует, ребенок запоминает. Ну, а, конечно, вот при традиционном обучении познавательная деятельность учащихся опирается, главным образом, на память и мышление. А вот когда, коллеги, мы с вами организуем проблемную ситуацию, тогда ребенок должен мыслить креативно и нестандартно, то есть творчески и в новых условиях. Ну, согласитесь, если мы на уроках биологии будем использовать эти проблемные задания, и ребенок научится и решать эти проблемные задачи, то, конечно, он их научится решать и на уроках истории, на уроках географии, на уроках физики и дальше в своей дальнейшей жизни, да, он будет иметь уже опыт, который ему позволит решать вот такие сложные проблемные задачи. Но самое главное, что фундамент, это, да, решение нестандартно и решение творческие мы с вами закладываем именно на уроках биологии, изучая наш теоретический материал. Третий прием здесь тоже дается пример, это проблемная ситуация с проводителем речи между житейскими, да, представлениями и научными фактами. Наверное, я здесь привожу самый популярный пример из биологии, поскольку множество легенд и неверных фактов пишут о проблеме клонирования. Ну, сколько противоречий возникает между ошибочным представлением о клонировании и реальными биологическими фактами про клонирование. Ну, мы с вами знаем желание родителей, потерявших ребенка, вновь обрести его, вернее его копию и получить способом клонирования. Ну, в нашем деклонировании животных, например, свиней, собак, коров не является проблемой. Ну, и в 2008 году вырастили даже эмбриона человека, но его пришлось уничтожить согласно запрету на клонирование людей. То есть, ученые опасаются, что клон могут иметь хоть и малозаметные, но достаточно серьезные отклонения от нормы. Но, кроме того, понятно, что копия будет сильно отличаться от своего прототипа, поскольку на развитии эмбриона и затем на личности, качестве ребенка могут повлиять условия окружающей среды. То есть, опять-таки, коллеги, это идет пример 10 класса, да, когда мы в рубрике обсуждаем и говорим про проблему планирования, да, мы говорим про клеточную инженерию, и вот как раз то, что ребенок слышал про клонирование, да, где-то, может быть, читая в интернете источниках, или, может, какие-то телевизионные передачи на эту тему ребенок смотрел, а что на самом деле клонирование с точки зрения биологии представляет, это мы изучим с вами как раз на уроке и изучаем дальше основной наш теоретический материал в учебнике 10 класса. Ну и, коллеги, если мы с вами идем дальше и рассматриваем технологии Мельниковой, то у нас есть типы проблемной ситуации с удивлением, да, мы рассмотрели, и есть затруднение, когда мы рассматриваем необходимость и возможность выполнить задания учителя. Ну, конечно, какие-то задания, где невозможно, да, их выполнить, их, наверное, в биологии минимальное количество, но есть задания практического характера, которые неисходны с предыдущим, и ребята их выполняют, да, имеют уже какой-то опыт, да, в новых ситуациях. И давайте посмотрим, что у нас в учебниках представлено. Здесь дается пример, когда мы с вами в рабочей террористике 7 класса предлагаем детям заполнить таблицу грибы-двойники. То есть ребята, конечно, знают уже, да, про грибы, кто-то, конечно, был строительным в лесу, в начальной школе мы также грибы с вами изучаем, но не всегда дети вот именно ориентируются между съедобными грибами и ядовитыми грибами и должны, ребята, отметить отличительные особенности, то есть вспомнить их описание, внешний вид, да, и какие-то характерные признаки, и таким образом дети должны проанализировать и дополнительные источники информации и выполнить это задание. То есть таким образом создается, видите, проблемная ситуация, то есть дети, глядя на то, что они уже раньше знали, да, используют свой предыдущий опыт, ну, принестись в новую ситуацию и заполняют вот эту таблиточку в рабочей тетрадке. Ну, дальше может быть пример тоже про волосеменные, да, когда мы говорим, что весной нужно провести наблюдение из развития мужских и женских шишек у сосны и ели и отметить, какие деревья начнут пылить, и нужно записать результаты наблюдений. Опять-таки, ребята рассказывают, да, почему это происходит, какое биологическое значение это имеет, да, ребята изучили шишки у сосны, у ели, теперь рассказывают, да, какой в этом смысл, когда вот такой процесс происходит весной. Ну и вот, пожалуйста, дальше вопрос о звездочке номер 7. Как вы думаете, какое биологическое значение имеет то, что волосеменные производят огромное количество пыльцы, да, какой здесь смысл, ради чего это происходит? Также можно перейти и показать пример, да, как у животных, сколько появляется икринок, тоже их великое множество, да, когда мечет рыбу и у нас лягушки, и, например, рыбы, да, и какой процент наших с вами из них вырастают, да, дальше живые организмы, да, то есть какое-то имеет именно биологическое значение. Ну и, коллеги, как вы помните, у нас с вами в табличке Мельникова был такой пример, когда мы даем задание невыполнимое, да, и вот здесь такой у меня шуточный пример, просто можно как бы для разрядки на уроке биологии его задать, мы просим ребят дать правильный ответ. В одном саду много деревьев, но именно на трех березах не появились яблоки в этом году. Как вы думаете, почему это произошло? Ну, конечно, кто дети внимательно слушает, сразу вам ответит, что на березах яблоки не растут, но согласитесь, что вот и вопрос на внимание, и опять-таки он имеет биологический смысл, да, можно рассмотреть отдельно яблоки, да, когда мы изучаем с вами семейство, да, рассказать про их, опять-таки, особенности и так далее, но урок начнется вот с такой шуточной, как бы, истории, да, и я думаю, что, конечно, вопрос вызовет улыбки на лицах наших учеников. Ну, и, коллеги, конечно, для приема в состоянии проблемных ситуаций очень-очень удобный такой метод, подводящий к теме диалог, когда мы детей просим передать загадки или можем просить разгадать небольшие кроссворды, ребусы, в котором будут зашифрованы уже известные биологические понятия, но более подробно о них уже речь пойдет на уроке. Ну, вот прекрасная тема для организации такой творческой работы, когда мы отгадываем кроссворды, например, в девятом классе, это тема строения клетки, да, много терминов, понятий изучаем, и что такое ядро, да, какое значение имеет хромосома, какие органоиды, органеллы есть, чем отличается комплекс Гольджи и так далее. И, как вы видите, да, ребенок, может быть, изучив перед этим эту тему, да, и как завершение мы просим детей в смысле ставить кроссворд, используйте терминные понятия, да, которые мы на уроке обсуждали, а может быть, эту тему, когда мы в этом классе повторяем, да, основные наши особенности строения клетки, да, чтобы воскрешить в памяти у ребят, что же такое лизосома, какие пластиды бывают, да, что такое наша с вами энергетическая станция клетки, и, то есть, вы видите, можно совершенно по-разному организовать такую работу. То есть, опять-таки, какой диалог, что мы вот через такие необычные задания, через кроссворды, да, используем биологические термины и понятия, и ребенка подводим к изучению нашей с вами основного биологического материала. Ну и, коллеги, конечно, очень удобно, когда мы создаем проблемную ситуацию, использовать дополнительные источники информации. И у нас много в учебниках, вот так, есть ссылочек, да, на дополнительные источники информации, прямо тут наши картинчики с учебниками, или мы просим детей обратиться к сайту, да, и изучить, например, автобиографию Чарльдару, воспоминания о развитии моего ума и характера. Но можно задать детям вопрос, с какой целью, например, отечественные селекционеры проводили свои исследования, да, это когда тема урока достижения мировой отечественной селекции. Тоже есть ссылка, да, на дополнительные источники, когда мы изучаем про селекционеров. Но отдельно, например, перед рукой об учении об эволюции органического мира можно кого-то из учеников просить даже выступить с докладом об автобиографии Чарльда Дарвина. Ну, конечно, этот материал очень интересен, поскольку дети узнают и о чертах характера великого ученого, а можно спросить, ребят, а какими личностными качествами должны владеть истинные ученые-биологи, а вы в себе развиваете такие качества? Ну, это, наверное, больше для мотивированных детей, кто мечтает поступить на биологические факультеты, да, то есть ребенок, рассказывая про автобиографию Чарльда Дарвина, кому перекладывает это на себя, да, а я в себе эти качества развиваю, а смогу ли я делать такое же открытие, которое сделал Чарльд Дарвин и приятно других великих ученых. То есть вы видите, да, действительно очень много таких интересных примеров, и опять-таки мы детей подводим к теме урока, да, используя дополнительные источники информации или какие-то ссылки до сайта, и я думаю, что детям будет, конечно, очень интересно участвовать в такой работе. Ну, вот пример, это и девятый класс, да, основные формы изменчивости, генетипическая изменчивость, и здесь также предлагается в интернете на сайте Museum.ru найти репродукцию картины Рафаэля Сикстинской и Мадонна, внимательно рассмотреть изображение правой руки Папы Римского, и, казалось бы, да, изучаем картину, навыки биологии, а дальше совершенно все очевидно. Мы с вами будем говорить про наследственную аномалию, которую изобразил художник. То есть, коллеги, через такие художественные образы мы опять-таки с вами переходим, да, к изучению биологических наших основных вопросов. Но, кроме того, перед параграфом предлагается вспомнить, что такое мутация, да, и, конечно, очень часто в интернетах и в репортажах телевизионных рассказывают о животных мутациях с двумя главами, там, тремя хвостами, но и перед изучением этой темы давайте с вами все-таки определимся, что из этого утка газетная, да, что на самом деле имеет место быть. То есть мы с вами будем говорить про формы изменчивости. Но вы видите, как мы через такую актуализацию, да, детей подводим к теме нашего урока. Ну, перед изучением биологическом классе можно создать проблемную ситуацию, когда мы просим ребят ответить на вопрос из рубрики «Подумайте». А может ли в настоящее время ученый совершить научное открытие без активного сотрудничества с другими исследователями? Ну, и здесь после параграфа идет объяснение, что такое наука и что такое ненаука. То есть можно ребят просить отдельно прочитать эту рубрику, да, обсуждаем и высказать свое представление, все-таки что такое наука и ненаука. Вот как раз мы создаем проблемную ситуацию между учениками, да, когда кто-то считает, да, у него одно мнение, что такое наука, а другие ученые, вот как, например, этот ученый Карл Раймонд-Поппер задавал себе этот вопрос, да, что такое все-таки наука, как ее отличить от ненауки. Впрочем, вопрос о критерии, который провел бы четкую границу между научными и всеми остальными видами познания, ученого бы волновало очень давно. Но еще будучи студентом, Поппер часто задумывался над тем, почему, например, астрофизика считается наукой, а использующий похожие виды, в том числе математические, да, астрология, уже не наука. Ученый долго размышлял над этим и только в конце понял, в чем разница. Научная теория не может быть принципиально неопровержимой. То есть вот что у нас, да, главным является, да, когда мы говорим о науке и о ненауке. То есть таким образом, коллеги, вот мы можем этот пример привести и когда мы изучаем первый наш параграф биологии в системе наук, да, вообще обсудить, что такое, как бы, да, научное представление в биологии и ненаучное. Ну, здесь дается пример, когда мы рассматриваем медиа научного познания, и вот проблемный вопрос. В чем заключается отличие современных биологических исследований от классических исследований, описанных в трудах биологов, живших в прошлые века, до 20-го столетия. Ну, вопрос очень интересный, он даже имеет такую, как бы, историческую подоплеку, как раз, вот, связь биологии с историей. То есть, ребята должны сравнить исследования. Ну, кроме того, коллеги, очень интересно, да, как вообще происходили открытия биологии, когда наши ученые прошлых эпох не имели ни компьютера, ни какие-то гаджеты, да, и действительно, есть ученые, которые вообще ради биологических открытий отдали свою жизнь, изучая на себе процессы, которые происходили в нашем организме. Ну, и, конечно, эти люди заслуживают особого внимания и уважения. Ну, вот пример, что австралийский врач Барри Маршалл выпил культуру бактерий, чтобы доказать, что она вызывает вязву желудка, и Маршалл получил все симптомы гастрита. То есть, понимаете, человек совершил действительно биологический такой подвиг, да, чтобы доказать, что действительно эти бактерии вызывают язву желудка, он себе, так сказать, знаете, заработал гастрит. Ну, и он заработал потом дальше Нобелевскую премию в области медицины и физиологии. В 1929 году немецкий хирург Вернер Форсман вел катетер в собственное сердце, испытав методику, которую другие врачи считали смертельной. И несколько лет спустя он удостоился Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Ну, когда началась Вторая мировая война, мирные жители Великобритании получали пайки, которые оказались явно недостаточными. И чтобы выяснить, какого количества пищи достаточно, чтобы покрыть минимальные потребности человека, химик и диетолог Элси Ведсон изнурял себя голодом, чтобы разработать минимальный рацион для военного того времени. То есть, действительно, Элси Ведсон пошел вот на такие испытания, не знаю вообще, к чему это все может привести, вообще он мог не выжить, изнуряя себя вот этим голодом, но он разрабатывал пайок. То есть, коллеги, к чему я привожу эти примеры? Действительно, сегодня очень много примеров, которые нам позволяют посмотреть, как великие ученые биологии делали открытие, как люди проходили этот путь, чтобы были какие-то интересные вот такие созданы новые препараты, или были какие-то пайки разработаны биологические, или какие-то, например, там культуру создавали, да, и люди должны были пройти такой непростой путь, рискуя иногда даже жизнью. Ну, и все это можно привести, пример, перед уроком, когда мы изучаем научные методы, которых великое множество в биологии, да, их сравнить, их обсудить, и вот такая проблемная ситуация тоже может в уроке возникать. Ну, здесь при изучении темы, обедающие главный признак жизни, мы дам интересные справочные данные, которые, конечно, заинтересуют ребят, то есть перед изучением темы самое главное дать сообщение с мотивирующими приемами. Ну, мы рассказываем, как образуется каменный уголь, или идет описание проэлектрического ската, который обитает в Средиземном море, и с помощью электрических разрядов он защищается от акул и осьминогов и охотится на мелких рыб. Ну, вы знаете, в Южной Америке обитает электрический уголь, и при помощи электрических разрядов он может убить мелкое водное животное, например, рыб. Ну, согласитесь, что в биологии очень много таких примеров, да, мне очень нравится пример про самых уникумов в растительном животном мире, да, и приводить интересные, яркие примеры, мы заинтересовываем ребят, и плавно с вами методически переходим к изучению темы урока. Ну, есть примеры жизни растений, что самая легкая древесина у тропического дерева бальза, и пятиметровое дерево может унести один человек, древесина бальза в 9 раз легче воды. Ну, а про банан тоже надо не забывать, что по калорийности он превосходит картофель, и в их мякоти 22% сахара, 7% крахмала. И кто мечтает похудеть, конечно, не нужно задуматься, нужно есть на ночь банан или нет. Ну, банан считается стременистым растением, и его высота может достигать 15 метров. И вот такие, давай, интересные, справочные, занимательные, даже уже сказала, факты, да, мы дальше можем перейти к изучению разнообразия растений животного мира, или изучать биогеографию. Ну, а кто, например, знает, что в 8 веке морковь считалась деликатесом, ее подавали в качестве праздничного блюда, и только в 17 веке научились выращивать, и распространилась по всей Европе. Ну, предки морковки имели желтые корнеплоды, а современный морковь оранжевого цвета, она более полезна, поскольку содержит больше каротина. И опять-таки, дальше, пожалуйста, можно перейти через этот пример про морковь, да, рассказать про наши пластиды, или можно, пожалуйста, перейти к теме селекции, или, пожалуйста, рассказывая про морковку, можно в 6 классе изучать основные наши виды, растений, семантические группы, то есть вы видите вот такие мостики, которые именно дают мотивацию для изучения дальнейшей темы по биологии. Ну, при изучении темы передвижения веществ у растений мы рассказываем, что такое березовый сок, как его следует собирать, ну, конечно, не во всех регионах Российской Федерации мы можем взять березовый сок, но я думаю, что у детей будет полный восторг, когда они узнают, что этот напиток как получается, да, откуда он, и как он в трехлитровых банках у нас продается в разных-разных магазинах сегодня. Ну, а тема урока передвижения веществ у растений. Вроде тема серьезная, а начинаем с березового сока, который для детей тоже интересен и думал, что такая занимательная будет информация. Ну, конечно, экологические проблемы, от них никуда не уйти, сегодня рациональное природопользование тоже у всех на слуху, поэтому можно отдельно начать урок с рубрики «Вспомните, какие загрязнения окружающей среды вам известны». И ребята, конечно, с начальной школы уже про экологические проблемы говорят, конечно, мы говорим это и в шестых классах, седьмых, и вот уроки в девятом классе, да, мы тоже отдельно изучаем с вами экологические проблемы. Ну, и после изучения текста параграфа можно с детьми обсудить возникновение такой экологической проблемы, как опустынивание. И урок можно построить совершенно по-разному, тоже можно попросить детей подготовить доклады по основным экологическим проблемам, да, можно организовать круглый стол, да, как решить экологические проблемы, может, в вашем регионе, то есть сходим, спускаем с вами как бы региональный уровень, можно провести игру, что, где, когда, по заданной теме, где будут встречаться вопросы об основных экологических проблемах современности, а можно вообще устроить такой флешмоб или какой-то даже, может быть, выставку плакатов, да, по проблемам экологическим и мирового уровня, пожалуйста, регионального. И я думаю, что это будет очень интересно, да, когда ребята принимают участие в такого рода заданиях. Ну, и коллеги, конечно, экологические проблемы, они носят такой как бы международный, уровень и не имеют возрастов. И, конечно, коллеги, очень интересно, что сегодня дети в пятом классе тоже понимают, как нужно решить экологические проблемы. Один из чеков мне сказал, что для сохранения природы на земле я могу сделать, не буду бросать фантики на улице. То есть, ребенок понимает, да, что хотя бы вот в этом мало, что он может именно сделать, да, для сохранения разнообразия природы и для решения экологических проблем. Ну, в пятых-седьмых классах при изучении темы по экологическим проблемам можно загадывать загадки, да, опять-таки, использовать какие-то ребусы по заданной теме. Это вносит такой как бы мотивирующий, интересный прием. Но в десятых-одиннадцатых классах, конечно, мы уже обсуждаем проблему с грязью атмосферы или проблему смога. Вообще, откуда слово смог пришло, что такое лос-анджелеский тип смога, что такое да, английский смог, да, какие эпохи у нас вообще характеризовались такими тяжелыми периодами, да, когда, помните, целые города, так сказать, накрывало и как можно решить эту проблему. Ну, а также можно ребят попросить отгадывать и кроссфорд, да, или загадывать или пословицы, посвященные экологическим проблемам. И думаю, что ребята с удовольствием такого рода тоже будут выполнять. То есть, можно, видите, дискуссию организовывать, использовать разные формы. Ну, и, конечно, коллеги, на этом слайде вы видите пример с девятого класса медиабиологических исследований, значение биологии. И, опять-таки, вот мы говорим о биологии не как-то отстраненно, да, а говорим именно о биологии в контексте сегодняшнего дня. Вообще, что такое роль, в чем сейчас существует роль биологии в современном обществе, какова роль биологии в космических исследованиях, да, и что в этом направлении сегодня делается. Можно подготовить доклады на эту тему, или, например, рассмотреть биологические исследования в современной медицине, а можно, ребят, попросить, подумать, тоже будет проблемная ситуация, а как будут развиваться биологические исследования в медицине через, например, 50 или, там, 30 лет, да, пускай ребята пофантазируют, так сказать, побурлят, вообще, каковы будут эти биологические открытия, в каком направлении может развиваться наука. То есть, коллеги, к чему я эти примеры привожу, когда вот используя такие проблемные задания, да, на уроках, мы, ребят, заставляем именно мозг оптимизировать, задуматься и решать те вопросы, которые ребенок может использовать и в дальнейшей своей жизни. То есть, это ребенок увидит, так сказать, через 50, там, через 20, через 30 лет. Ну, и, коллеги, как вы видите на этом слайде, в девятом классе можно обсудить вопрос, каковы особенности экосистем городов. Можно школьникам предложить сравнить экосистемы городов, например, Европы и Америки, Африки и Австралии, выявить черты сходства и черты отличия. Ну, конечно, ребят, кто-то из путешествовал в Африке, да, был в Египте, можно рассказать об особенностях экосистем этих городов, кто-то может рассказать, например, о европейских городах, да, о европейских городах. То есть, дальше звучит проблемный такой вопрос, эта рубрика «Подумайте», а можно ли создать благоприятную среду обитания для человека в крупных городах, да, и что лично вы можете сделать, например, для создания благоприятной среды обитания человека в крупных городах. Ну, есть вопросы отдельные про искусственные экосистемы, что сделано в вашем регионе для создания искусственной экосистемы, да, для организации таких ландшафтов. Можно и в поселке это сделать, да, так сказать, можно провести, наверное, конкурс лучше пришкольного участка, да, пришкольной территории. Ну, и, конечно, коллеги, очень важно, чтобы ребенка сформировалось у каждого правильное представление, что, конечно, только от нас с вами зависит, как мы будем создавать эту благоприятную среду, где мы с вами проживаем, чтобы у нас красиво было не только на улице Ленина или в каком-то, да, центральном округе, да, а чтобы действительно и около дома, и в удаленных районах тоже мы с вами как бы благоухаживали и благоустраивали территории, то есть, чтобы было комфортно нам с вами везде-везде. Ну, я думаю, что такую работу можно организовать вместе с родителями, с классами, да, можно, конечно, очень красиво оформлять те пришкольные территории, и, конечно, в этом, допустим, нравственный посыл, да, чтобы дети понимали, что мы с вами таким образом меняем окружающую среду, создаем комфортную среду для обитания человека, да, но и, конечно, от нас с вами многое зависит в этом направлении. Ну, и, коллеги, вот, конечно, очень интересно то же здание из 9 класса за рубрикой «Подумайте, каким негативным последствиям могут привести неконтролируемые исследования в области генной инженерии». И тоже интересные такие примеры, да, когда мы, опять-таки, с ребятами задумывались вообще сегодняшнее развитие генной инженерии, как будет это направление меняться, да, через какие-то десятилетия, да, и к чему это может привести. То есть, опять-таки, обсуждаем проблемы и находим какие-то общие решения. Ну, как вы знаете, курс «Человек. Его здоровье» всегда вызывает особый интерес у детей, и, конечно, можно сказать, много проблемных ситуаций, и вот мне очень нравится такой вопрос, когда биологи утверждают, что эволюция с временем от человека полностью остановилась, да, и на самом деле это так или не так. Это пример из параграфа третьего «Происхождение эволюции человека, антропогенеза ребенок должен ответить, да, все-таки эволюция продолжается или она остановилась». Ну, и можно детей попросить ответить на такой вопрос, что сегодняшнее поколение детей, да, поколение Z, дети появляются чуть ли не уже грудничком возраста, прекрасно взаимодействует с гаджетами, давайте с вами задумаемся, почему же так происходит и какое у нас будет поколение детей, например, через 20 лет. То есть, опять-таки, проблемные ситуации, да, через нашу тему параграфа «Происхождение и эволюция человека». Но линия жизни отличается именно практической направленностью и у нас много состоится проблемных ситуаций при выполнении практических действий. И, как я говорила вначале, у нас есть рубрика «Моя лаборатория», да, когда мы проводим лабораторные исследования, практические работы или самоисследования, и, что очень важно, коллеги даются вот эти пошаговые инструкции, что на каком этапе мы делаем, да, для чего мы с вами это должны получить. Но именно в создании проблемных ситуаций при выполнении практического действия это тоже один из методов создания проблемной ситуации. Ну, и вы видите, это пример из восьмого класса, мы проводим самонаблюдение, у ребят полный восторг, да, мы изучаем рефлексы, коленные, можно тип кожи определить и опять-таки решаем вот именно вот эту проблемную ситуацию, да, как у нас, что меняется, когда мы проводим вот это исследование. Ну, во-первых, интересно, что это про свой организм, да, ребята много-много интересного узнают и кроме того, вот эти практические направленности позволяют нам с вами закрепить теоретический материал, который ребенок изучал, исследуя и читая текст параграфа. Ну, и коллеги, конечно, проблемные ситуации очень интересно представлены в рубрике обсуждения, в рубрике обсудим, и вот в одиннадцатом классе издается пример, когда мы спрашиваем, каким образом человек может обеспечить свой организм необходимым количеством, энергии и витаминов, и это нужно обсудить с учителем и одноклассниками. Ну, конечно, коллеги, сегодня очень важна эта тема вот этого крепственного отношения к здоровью, да, многие говорят все время про витамины, что их можно запасать, да, в каком количестве и что является нормой, не нормой, поэтому вот такого рода задания проблемные встречаются у нас и в учебниках, в рубрике обсуждаем. Ну, здесь мне очень нравятся примеры тоже из одиннадцатого класса, когда мы с вами говорим про распространение жизни, да, в разных совершенно местах, в том числе и жизнь, возможно, в гидротермах, то есть в разломах на дне океана, да, на глубине 24 тысячи метров тоже были обнаружены наши с вами обитатели и морская вода, попадая в разломы земной коры, испарялась вместе с различными газами и через небольшие конусы высотой до 20-40 метров там тоже у нас с вами пар черного цвета и вот в этой совершенно непонятной да, среде, да, где море сероводорода и тяжелый металл различные для этого вещества было описано около 500 видов животных и мы создаем с вами вот такую проблему, что мы рассказали про этих с вами черных курильщиков, но дальше можно отдельно ребят попросить задуматься, какие еще экстремальные условия жизни на планете существуют и какие виды растений и животных там обитают и какие приспособления для этого встречаются, то есть, да, можно пойти дальше. Вы видите, как вот через такие примеры мы с вами переходим, да, и к другим проблемным ситуациям. Ну, какой поиск решения к открытию новых знаний через гипотезы? Как мы с вами говорили, когда создается проблемная ситуация, ребенок подвигает какую-то гипотезу, да, должен доказать эту догадку или предположение и дальше, дальше он ее либо опровергает, либо доказывает, то есть, через подсказки учителя ребенок делает правильный вывод, да, а мы с вами детей к этому подводим, задавая вопросы, согласны ли вы с предположением, почему, как нам проверить гипотезу и так далее. Ну, и коллеги, что касается тоже вот использования таких гипотез, да, когда мы даем какой-то пример, например, в учебнике, да, и дальше дети высказывают свое предположение. Вот здесь пример, что после изучения темы взаимоотношения организма в экосистеме хищничество идет рассказ о том, что в Китае весной 58-го года был разработан государственный план борьбы с воробьями, которые были объявлены расхитилими зерна, и к чему же привело истребление воробьев. Да, это дало значение повышения урожая зерновых первый год после начала кампании, но затем был отметен взрыв рост числа гусениц и саранчи, и полчаса инстекомых уничтожили пассивы риса и пшеницы в сады и огородах по всей стране, поскольку исчезла, да, сам важный естественный регулятор, которого никто не мог заменить. То есть, вы видите, да, что как произошло убираем воробьев, что произошло в экосистеме и к чему вы пришли. И вот, ребят, можно так же через гипотезы, да, например, сформулировать, если мы, например, уберем кого-то в экосистеме одного, да, одну цепочку, к чему это может привести, и, пожалуйста, на примере своего региона тоже можно эти наши цепочки в экосистеме рассмотреть, и, уверяю вас, будут очень интересны полученные результаты. Ребята будут понимать, что что в природе взаимодействие, все, и нельзя убрать какое-то одно звено, да, какое произойдет дальше изменение во всей нашей биологической системе. и, конечно, создание проблемной ситуации при решении познавательных задач на уроках биологии может реализовываться при решении познавательных задач через проектную исследовательскую деятельность, тем более в биологии таких очень много интересных работ. Ну, в 30-е годы мы рассказываем вот такой пример. После изучения темы экологической сукцессии ученый, ученый Георгий Францис Буазе проводил опыт, используя в качестве простой модели сукцессии планктонные сообщества. Он взносил в сосуды сеным настоем по нескольку капель воды из природного водоема. Ну, организм, содержащийся в воде природного водоема, стали активно размножаться, и там происходило ряд процессов. А мы с вами, дальше, школьников, можем попросить провести подобные исследования в кубете-биологии и сравнить полученные данные с тем, что наблюдала Гаузье. То есть, видите, проблемная ситуация создалась, да, мы изучаем экологическую сукцессию, и вот мы проводим с вами целые исследования в кубете-биологии и смотрим, что у нас с вами получится. Ну, и, конечно, коллеги, проблемные ситуации создаем при решении познавательных задач. Это, опять-таки, рубрика обсуждаем. И вот мне очень нравится этот вопрос, какая с гипотеза полицентризма или моноцентризма с вашей точки зрения является более обоснованной и доказательной. Нужно привести свои доводы. Это идет рубрика после темы эволюции человека. И, конечно, коллеги, я думаю, что тема высказывания межрасовых отношений, межрасовых браков в современном обществе, она тоже сегодня особенно актуальна. Да, и, конечно, дети, изучая тему эволюции человека, могут правильно ответить, да, какая же из гипотез, вот из их точки зрения обоснованной доказательной вообще не имеет места быть, да, и тоже про проблемы межрасовых отношений, да, и уважительного отношения, так сказать, присоедем разных раз тоже эти темы нужно поднимать, об этом не нужно забывать наш с вами сегодняшний день, да, то, что мы видим в обществе, и, опять-таки, биологии, да, связи проблемные ситуации, и, опять-таки, актуальность, то, что ребенок видит, прямо выходя, так сказать, в пределах города, да, я думаю, что будет, конечно, очень интересно организовать такую работу. Ну, и, коллеги, я хотела показать много разных примеров, которые у нас включены в учебники о линии жизни с 5 по 11 классы, ну, если подводить итоги, конечно, главная цена в создании проблемных ситуаций на уроке в том, что дети в очередной раз получают возможность сравнивать, наблюдать, делать выводы, и самое важное, что не на каждый вопрос есть готовый ответ, что в ответе может быть и какой-то неоднозначный ответ, да, и ребенок должен сам найти именно правильный ответ, да, и отставить свое мнение. Ну, и, конечно, в биологии, как мы с вами видели, много таких примеров, много и проблемных ситуаций можем с вами, так сказать, организовывать на уроке, много проблем и обсуждаем, поэтому, вот, конечно, используйте методику, поверьте, я думаю, что будет очень интересно простроена ваша схема преподавания на уроке, да, и это можно, как я говорила, и в начале урока использовать этот метод, и перед изучением основного материала, и для закрепления материала, да, вот, использовать эти разные, разные наши вопросы и задания из учебников. Ну, коллеги, как я говорила, у нас сегодня тоже викторина, и звучит вопрос, о чем идет речь? Это сложный, теоретический или практический вопрос, требующий изучения и разрешения. А в науке это противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов или процессов. И, коллеги, кто первый правильно даст ответ, о чем идет речь, тот у нас получит памятный приз. И у нас первый, кто правильно даст верный ответ, да, получит памятные призы от издательства просвещения. Поэтому, коллеги, пожалуйста, в чате пишите, пожалуйста, правильно пишите в чате, чтобы мы с вами определились, кто же у нас призер сегодняшней нашей викторины. И, коллеги, несколько слов буквально в заключении хочу сказать про наши комплекты по биологии, которые также в федеральном перечне. В федеральном перечне учебники под редакцией Беляева-Дымшица и это учебники базового уровня, они все представлены на слайде. Выходит и учебник, и рабочая тетрадочка, методические рекомендации. И обращаю внимание, что вышла рабочая программа, кто работает по учебникам Беляева-Дымшица, это базовый уровень, пожалуйста, приобретайте и рабочие программы. Ну, я вам говорила, что принцип наших изданий, чтобы всегда появлялись все пособия для ученика, для учителя, и к УМК Беляева-Дымшица, они также у нас с вами выходят, их можно приобрести. Ну, думаю, что учебники прекрасно себя зарекомендовали, многие учителя их очень любят, у них тоже содержится большое количество проблемных, интересных вопросов, но мне очень нравится такой вопрос, что в рамках биологического мониторинга было обнаружено, что в последние десятилетия в северном полушарии в ряды широко распространенных видов северных границ ареалов сместились на север десятки и даже сотни километров. В чем же проблемный вопрос? О чем это свидетельствует такой факт, что у нас с вами сместились границы ареалов на север, на десятки и даже сотни километров. То есть у нас учебники Беляева Дымшица тоже очень много содержит таких интересных справочных данных, да, очень часто нас, так сказать, располагают хронизации проблемной ситуации на уроке, поэтому, пожалуйста, кто эти учебники знает, я думаю, что вы по ним прекрасно работаете, кому это интересно, вы тоже можете их полистать, посмотреть. Учебники для углубленного изучения у нас также в федеральном перечне, вы по ним также можете работать, 3 часа в неделю в 10 классе, 3 часа в 11 классе, под редакцией Шумного Дымшица они выходят, но все хорошо знают эти учебники как учебники Рувинского. И коллеги тоже выходят медицинские рекомендации, дидактические материалы, и вот весной появились рабочие программы, поэтому, кто работает по этим изданиям, пожалуйста, программочки тоже приобретайте. Ну, конечно, коллеги, и проблемных ситуаций очень много создается, изучая теоретические материалы в учебниках Шумного Дымшица, и вот есть пример такой, какие причины вымирания динозавра вам кажутся наиболее правдоподобными, и почему. Это пример развития жизни в мезозоре, или каким изменением в круговороте данного элемента, говорим про концентрацию кислорода в атмосфере, да, может привести, если концентрация изменится, например, и уменьшится до 10%, или, например, увеличится до 30%, то есть опять-таки проблемные ситуации в чем? Что мы знаем, происходит у нас с вами, да, круговорот кислорода в атмосфере, а если меняется концентрация, то что будет? Ну, мне очень нравится тема биосферы и человек, где затрагивается вопрос про энергопотребление, и мы с учениками можем рассмотреть, что нам необходимо каждому сделать, чтобы уменьшить энергопотребление современных жителей земли, и спрашиваем, что каждый из учеников может тоже для этого сделать, чтобы уменьшить энергопотребление земли. Ну и коллеги, я готова объявить нашего победителя Викторины, вопрос сегодня прозвучал, речь была про проблему, и первая Мария Кутрева, не знаю, как ударение правильно сделать, коллеги, мы вас поздравляем, Марина Кутрева, пожалуйста, пишите свой адрес электронной почты, чтобы мы с вами связались, и вы у нас были первые, вы правильно сказали, что действительно это был вопрос про проблему, а мы сегодня именно об этом и говорим на вебинаре, и коллеги всех вас призывают 26 июня к нам тоже подключиться, 5 часов вечера по московскому времени, мы будем с вами говорить про сирию, пособие для подготовки ГИА, смотрим уже мы с вами на перспективу, да, как подготовить наших учеников к сдаче в 2019 году ГИА, и будем рассказывать про новые пособия, пожалуйста, отметьте для себя, 26 июня в 5 часов дня по московскому времени мы будем говорить про наши пособия и про проблемы подготовки ГИА. Коллеги, всех, кого заинтересует наш сайт, мы вас призываем, пожалуйста, обязательно, обязательно подключайтесь, пожалуйста, заходите на нашу страничку, сайт просвещения, www.pros.ru, вы знаете, с левой стороны у нас идут предметные области, выбирайте биологию, заходите и смотрите, какие вебинары у нас записи там размещены, вы отдельно можете посмотреть, какие у нас с вами есть пособия, какие учебники, где можно что скачать бесплатно, поэтому, коллеги, очень вас призываем, пожалуйста, заходите, также можно посмотреть график проведения вебинаров, поэтому, кого интересуют вебинары, может быть, на август, июль, мы вас, конечно, отпускаем, знаю, что вы все у нас, конечно, будете на море, в каких-то интересных местах, ну, а в сентябре, пожалуйста, подключайтесь к нашим мероприятиям, ну, и, коллеги, кому уже нужно приобрести какую-то литературу, или кто-то в августе готов это сделать, сейчас запишите наш адрес интернет-магазина и их телефон, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, заходите на нашу страничку издательства просвещения, заходите в наш интернет-магазин, сравнивайте цены, оформляйте заявочки на приобретение необходимую литературу, ну, как я думаю, будет удобнее, если вы сгруппируетесь с учителями, да, других дисциплин, и сделайте такой заказ, да, для школ, или для целого класса, также можно методические рекомендации приобрести, дидактические материалы, работники, тетрадочки и так далее. Уважаемые коллеги, огромное вам спасибо, что у них такой непростой период, когда у всех генетационная пора, когда сил у всех совсем уже мало осталось, но вы подключаетесь к нашим вебинарам, вы очень активные слушатели, видела ваши вопросы, чем проблема отличается от проблемной ситуации, а мы об этом с вами говорили в самом начале, но самое главное, коллеги, что проблема это именно сложный теоретический или практический вопрос, который требует изучения и разрешения, а вот уже проблемная ситуация, это условия, которые возникают тогда, когда для осмысления чего-либо или совершения каких-то действий или операций не хватает знаний, но самое основное, что для решения и проблемы, и для создания проблемной ситуации, мы всегда детей призываем к использованию творческих способностей, то есть мыслить нестандартно, креативно, по особенному или по новому, в этом же отличии традиционной формы обучения от проблемного обучения. Уважаемые коллеги, я очень рада вас снова видеть, я вижу очень много знакомых имен, мне очень приятно получать ваши приветы, также мы поздравляем нашего победителя, мы очень рады, что сегодня у нас есть, мы ждем от вас электронную почту, получили, поэтому вы теперь увидите наше письмо по электронной почте, и мы с вами свяжемся в ближайшее время. Коллеги, всего хорошего, крепкого вам здоровья, благополучия, до встречи 26 июня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok